Продолжение следует... Продолжение следует... Для этого необходимо... Отрегулировать значение на шкале горизонтального отведения при ведении и высоту стойки, настроить опору плеча, настроить исполнительный механизм разработки локтевого сустава, а именно, отрегулировать положение лотка для кисти при помощи фиксатора смещения оси пронации-супинации, который исполнит роль компенсатора разности осей локтевого сустава и мотора аппарата. Также важно настроить положение и высоту подлокотника для удобства проведения процедуры для пациента. Для проведения процедуры пациент садится на кресло аппарата. Больная рука помещается в лоток для плеча, где фиксируется при помощи специальных ливней. Зафиксировать кисть в лотке для кисти. Перед запуском процедуры необходимо убедиться, что оси мотора вращения пронации-супинации и локтевого сустава совпадают и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях. Установить на пульте управления требуемый режим и выбрать длительность сеанса терапии. Запускаем процедуру кнопкой «Пуск». В ходе сеанса сустав будет совершать ритмичные пассивные движения, результатом которых станет восстановление его подвижности, уменьшение отека, улучшение кровообращения, устранение боли. Информация, отражающая текущее состояние и режим работы исполнительных механизмов аппарата, разрабатывающих подвижность суставов, отображается в зоне дисплея пульта, содержащих изображение соответствующих конечностей. Выставление значений углов сгибания и разгибания для каждой из осей вращения производится индивидуально в зависимости от показаний лечащего врача. После нажатия кнопки «Пуск» на дисплее отображаются текущее положение и направление вращений каждой из осей. В основе принципа действия аппарата лежит метод непрерывной пассивной мобилизации сустава. Данный терапевтический метод подразумевает выполнение больным суставом пассивных движений, которые совершаются благодаря специальному оборудованию. При этом околосуставные мышцы избавлены от активных сокращений. Основное преимущество данного метода перед активной лечебной физкультурой – это меньшее количество противопоказаний, так как поврежденный сустав и мышечная система испытывают существенно меньшие нагрузки, чем при лечебной физкультуре.